Друзья, здравствуйте! Сегодня будем говорить о том, как построить пруд без газового дренажа, и чтобы не было с этим фактом проблем. Мы говорили ранее в наших роликах, что мы покажем, как можно обойтись без работ по газовому дренажу. Повторяюсь, если вы проектировщик, раздел о газовом дренаже в проекте должен быть, если это не эскиз, а проект пруда, если вы не проектировщик, вы строитель, и вам нужно обойтись, если вы строите сами для себя пруд, и вы не хотите строить газовый дренаж, что в этой связи можно сделать? При условии, что если у вас мощный пригружающий слой камней, как, например, вот у нас, видите, большие камни по 15-20 килограмм лежат таким брустером, мощным таким слоем, то пленку в этой связи можно не закапывать в анкерную траншею. Видите, у нас нет анкерной траншеи, ее не будет. Мы не будем пленку закапывать в анкерную траншею, как это требует технические условия производителя. Если у нас пруд гектар, полгектара, там, 3000 квадрат метров, мы, конечно, закапываем, потому что это большие пруды, там более мощные нагрузки. Но если пруд у вас до 1000 метров по зеркалу, и у вас мощный пригружающий слой, и вы всю чашу уложили камни, или если вы уложили только по мелководию, но так, как мы показывали, крупными камнями, с бруствером, из мешков с песком, или из камней, чтобы камни не свалились у вас внутрь пруда, и имейте мощный пригружающий слой, то есть он уже держит вашу мембрану. Мы геополотно типа Дорник, мы закопали в анкерную траншею. Геополотно держит чашу, и у нас осталась пленка. В этой связи, если даже у вас вот так много пленок, как у нас, мы оставили эту пленку, и не будем ее отрезать, просто как запасной материал гидроизоляции. У нас просто из-за формы пруда у нас остался вот такой запас пленки. Мы его свернем, и в случае необходимости, если заказчик захочет расширить пруд в каком-то месте, или полностью расширить, эту пленку мы можем использовать. Что мы сделаем? Я сейчас покажу немного неаккуратно, но когда мы работу выполняем, мы это делаем аккуратнее. Я сейчас тороплюсь. Вот вы видите, в принципе, я просто ее сложил в пленку вот такой складочкой. Если это уровень моего пруда, здесь мы будем еще класть камень, поэтому мы вот так ее оставим, или вот так ее заложим в пленку, не будем закапывать. Если же это уровень пруда, мы просто пленку глубже закопаем. Все зависит от уровня воды, проектного уровня воды в пруду, но мы ее просто оставим лежать. Пленку держит в данном случае пригружающий слой камней, а газы, которые скапливаются под мембраной, спокойненько выйдут у вас в микротрещинки грунта, или в складки по вашей мембране. И вот и вся история. Главное в этом случае мощный пригружающий слой камней, который будет держать вашу пленку. При этом геополотно Дорнит не должно болтаться, его нужно закопать в землю. Вот именно Дорнит под мембраной, он держит чашу от излишней деформации, или распределяет нагрузку при каких-то подвижках грунта. А пленка может просто лежать. Если у вас нет запаса пленки, вы можете пленку, раскладывая по пруду, оставить небольшое количество, 20-30 сантиметров, и ее также заложить вот сюда, не закапывая. Если же у вас осталась лишняя пленка, не надо ее обрезать, просто закладывая ее, видите, она гибкая эта резина, аккуратненько сложите, поаккуратнее, чем я сейчас, потому что она была потоньше, и часть туда заложите, закопайте, или вот так заложите камнями. Сейчас я покажу уже готовый результат на нашем пруду. Видите, вот здесь у нас пока вот так камень лежит. И мы спрятали пленку, не обрезали. Подойдет газон вот до этой отметки. И вот в данном случае, пока камень лежит вот так, приняли решение, и заказчик захотел камни вот такого рвановым, таким агрессивным околом выложить чуть повыше. Вот так, наверное, мы закроем это все газоном. При желании можно будет этот камень опустить. Если, например, вам не нравится такой край берега, пожалуйста, можно разобрать и камни изначально положить ниже. Что, в общем-то, может быть, мы здесь так и сделаем. Сейчас пока это такой первый вариант укладки камней, возможно, мы его поменяем. И, как видите, пленки нет. Мы ее спрятали. Но она и не закопана. Здесь нет бруствера. Пленка не находится здесь. Если же, предположим, пленка бы у нас уходила далеко, вот в этой части, здесь есть ряд проблем. Например, газон, недостаточно мощным слоем можно положить. И края могут подсыхать. В данном случае неких проблем просто сажайте растение непосредственно в эту точку. Пленка закончилась здесь. Пускай растение надвисает над камнями. Неких проблем. И, друзья, далее покажу сейчас лайфхак. Если вы уже все построили, у вас есть газовый пузырь, что с этим можно сделать? Поехали. Друзья, и продолжаем наш ролик. Вы, предположим, построили пруд. У вас выдавило газовый пузырь. И вы не хотите перестраивать пруд, спускать в воду. Что можно в этой связи сделать? Ну вот, находите складочку. Вот, посмотрите поближе. Видите, вот это складка. Складка резины. И, предположим, вы вот так собрали резину. Верхняя точка, у вас уже резина здесь лежит. Уровень воды на 10-15 сантиметров ниже. Но только Сергей Вадимов вам ничего не говорил. Ну, что можно в этой связи сделать? Повторюсь, только я вам ничего не говорил. Вот так вот берете плоскогубцами. И я не буду этого делать. Кусочек резины, маленький, миллиметр на миллиметр, отрываете. Не надо делать проколы. Не надо делать ножом, чтобы не было широкого разреза. Маленькую точку можно в складке оторвать. И в этой складке просто газовый пузырь, газ, когда будет вода давить на него, он должен выйти. Если у вас правильная форма чаши. Только в складочках, которые выходят на берег. И только в верхней точке. Это как один из вариантов, которые могут вам помочь справиться с проблемой. Если вы уже закопали в анкерную траншею пленку, она как бы упирает, не дает газом выйти. То в складочках вы просто кусочек оторвите. Если вы иголочкой проткнете, это может не помочь, потому что резина, она как бы схлопывается и не пускает. Недостаточное давление газов, чтобы выйти. А если вы миллиметр на миллиметр оторвете плоскогубцами, маленький кусочек, то газы выйдут. Соответственно, есть, конечно, клапаны, которые можно одеть в этой точке на складку. Ну, это уже более сложный вариант. Достаточно сделать вот такие манипуляции. Повторюсь, если вы уже видите газовый пузырь, не надо делать при стрельстве прудов, пруда проходить по берегу и оставлять перфорацию. Это лишнее. Я против этого. Только если у вас уже есть проблема, и вам надо, чтобы газовый пузырь вышел. Пожалуйста, попробуйте вот такой вариант. Возможно, это поможет. В верхней точке перфорация, она никак не повлияет, она не будет расходиться. Это одно из свойств мембраны каучуковой. Она не будет как полиэтилен разбегаться, как ПВХ по мембране. Перфорация в одной точке так и останется в одной точке. Она не разойдется по всему шму или по всей пленке. И повторюсь, перфорация в верхней точке не имеет проблем для пруда, потому что она выше уровня воды. Вот, как вариант, можно применить такой способ. Ну что ж, друзья, подписывайтесь на канал. Строите воду правильно. Но самое главное, радуйтесь жизни. И всем добра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!